вот дают а ты кости знаешь что такое mainframe наверное сейчас представил себе такой огромный холодильник ну во первых скорее обогревать чем холодильник во вторых пошли за мной эти все расскажу мундфреймы бывают разные если мы посмотрим на модельный ряд крупнейшего производителя IBM то легко выделить новейшие Z14 с однофреймовой и двухфреймовой компоновкой а также их linux версии emperor 2 и rockhopper 2 кстати знаешь почему именно Z? zero downtime доступность 5 девяток с максимальным даунтаймом 26 секунд в месяц достигается такой результат благодаря многим вещам но в первую очередь дублированию компонентов мы поговорим еще о железе в одном из наших будущих видео пока лишь отмечу высочайшую безопасность со стопроцентным шифрованием надежность и производительность под какие задачи все это нужно проще объяснить на примере итак представим что это касса в супермаркете каждую секунду на ней сканируют товар и это инициирует транзакцию пожалуй с обработкой такого количества запросов справится даже твой смартфон теперь давай подумаем сколько таких касс в супермаркете ну например четыре и все они работают одновременно для обработки такого количества транзакций уже нужен неплохой компьютер а теперь давай подумаем сколько таких супермаркета в городе 10 30 100 ты наверняка уже задумываешься о каком-то выделенном сервере и ты абсолютно прав а теперь представим всю страну впрочем чего мелочиться давай представим какую-то крупную сеть супермаркетов которая обслуживает весь мир и вот для обработки такого количества запросов уже необходим mainframe и ты наверное подумал что такой-то мощный и крутой суперкомпьютер но это не совсем так вот тебе второй пример представь что это суперкомпьютер его задача побить рекорд скорости или проехать круг за минимально возможное время но никто его не заставляет делать это много раз подряд и не требует высокой надежности а вот это mainframe возможно он имеет ту же мощность но задачи у него совсем другие ему главное надежно и безопасно перевозить большое количество мелких грузов каждый день они могут быть не сильно заметны но тысячи таких машин ежедневно делают свою работу вот тебе несколько фактов mainframe используют 78 банков из мирового топ-100 16 из топ-25 ритейлеров сша 17 из мирового топ 25 страховых компаний 7 из топ 10 телекоммуникационных компаний 15 компаний из первых 20 в списке fortune вот такой вот список изучать mainframe можно долго но я предлагаю сделать это весело я начну с истории их появления уже на следующей неделе ставь лайк подписывайся на канал и пиши что об этом думаешь комментариях что значит одеться нормально ты еще скажи что тебя машина не устраивает